посмотрим на его игру с точки зрения руководя команде при разных обстановках подчеркивая его способности набирать легкие очки но при этом всем и сильно трудиться и больше всего что мне скажем в глаз попал то что он несмотря для того что все думают что он флоппер что он мягкий он довольно играет физически и помощью способностей именно взять ответственность в руках с первой минуты до самого конца поединок он именно является этим уникальным и высочайшего класса игроков так что приступим к работе посмотрим как он это делает и по моим взглядом что может быть очень полезно также для твоей игры так что больше не тянем время так приступим как я и говорил он всегда пытается набирать легких очков 25 процентов его игры составляется из-за того что он ищет возможности как бежать быстрый прорыв если не получает с первого ката он всегда будет продолжать искать своих как я говорю таких довольно не контестных очков что для его является очень высокого процента попадания что остановимся на этом клипе идет борьба за подбор он в ней он борется мяч не оказался в него руки но он не прекращает двигаться пар момент первую очередь бега уже здесь он осознает что нету большого краски и это как всегда должно быть такая возможность себя вот проявить именно тогда когда большого нет краски и с ранее нападение тренинг ищет тренинг не застоит под кольцом он не в стойке он думает провесили он он только что нашел мяч поворачивает голову а как мы уже прежде смотрели до деколу всегда готов на легкий качков конечно бросок его очень высочайший так что это будет на любой показ провоцировать защиту делать ошибки в кулзал вот сейчас вторым когда он идет проходах он так и пик-н-ролли потом увидим очень легко создает себя прямую линию проход то есть он не идет никуда он идет просто по самой прямой линии проход и второе что удивительно что он очень комфортно чувствует себя встречая второго защитника неважно это будет еще с периметра игрок или как в этом случае большой который защищает кольц то есть вот этот момент когда он их как с плитой да назовем он делает это с очень хорошим болгеннингом то есть это раз-два попадает точки откуда он чувствует себя очень хорошо это именно вот эти оба скажем блок и это его точки элбов и конечно вся зона средняя он из нее очень с высоким проценту реализует то есть если так все еще как я и говорю всегда настроен на скорей то есть не получается бросать сразу будет всегда использовать ползал будет принимать решение чтобы создать себя легкие очки да это долгая атака но мы быстро ее прокрутим то есть игра в транзиции и он видит что преимущества нет три защитника уже вернулись он играет транзиции пик-н-ролл видит что айс не теряет секунду заставляет большого включаться к нему он атакует его знаю что он медленный все все пять игроков сейчас смотрит на мячу ему решение довольно легкого может пасать таки гудричу но там уже будет может быть холинс на страховке но так как он притянул на себя большого значит большой в этом случае данила бордел он свободен он ему дает но он не остается он сразу выходит потому что у него уже есть мисс матч команда это узнает он его также своим фейком двигает из стойки когда поднялся он идет мимо его это заставляет вторую линию как я говорил он очень комфортно чувствует себя обойдя так первым так и против вторую линию в этом случае он не завершает он просто видит свободного игрока нет на периметре который реализует речка проход получения обыгрыш притянуть на себя дополнительную защиту и создать другим в этом клипе я просто хотел подчеркнуть что это первая атака в игре но он из нее уже заряжен то есть это наша 21 комбинация выход получение атакует остановка в контакт идет в контакт как я говорю кость кость просто его оставляет может быть он не очень хороший защитник но суть в том что с первой минуты он настроен на серьезнейшей игрой то есть он знает что от него ответственность большая и он эту ответственность реализует довольно сложным проходом скажем так да 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 один из лучших защитник Европы но это не мешает и коло принимать решение под давлением то есть ровный счет может это не самое решающее еще минута игре но при этом всем он играет он читает защитник близко он идет мимо его он идет в контакте сейчас в деталях заметим вот что что поединок достаточно серьезный то есть это уже контакт созданный он идет тело тело Лазич делает замечательную работу держит его сколько можно больше от кольца не делая фолы держа руку высоко идет смена он идет напрямую притягивает на себя с контактом не теряясь в контроле а дает передачу на легких качков то есть я вернусь тем же самым словам которых сказал в начале видео то есть может он иногда делает флоп да я соглашусь с этим может быть он выглядит мягкий из этого но если мы посмотрели предыдущие пару клипов и вот в этот мы увидим что опять концовка четверти и чаще всего если вот этих клипах сейчас мы замечали это концовка четверти или начало четверти то что наш тренер говорит что это самые важнейшие минуты он берет на себя ответственность ну и конечно тренер дает ему эти плейколы для того что он именно создал для команды самые лучшие условия когда он идет этот проход он заставляет Ллойда попасть заслон то есть он идет держит его с собой так чтобы он попал в заслон ну и качество его броска мы не будем обсуждать в этом фильме очень хороший клип разберем пас из Ахела Полинара не самый качественный если мы посмотрим Синглтон он мешает ему он подал ему не так четко с рук с рукой это заставляет Декало быть от линии заслона ну качество его что он всегда использует заслон на самые лучшие обстоятельства в этом виду он притормозит здесь столкновется с Шейном Ларькином он знает что он больше габаритами и он будет после этого заслона идти сколько можно прямее к от линии кольцу и это заставляет и это заставляет это еще и фенербакча наверное система после роула дать где коло больше всего пространств ну и следующий момент это завершение левой рукой то есть если мы посмотрим высокой траектории против одного из лучших защитников Европе он мягко забивает есть больше таких примеров когда он с левой рукой достаточно сложные броски реализует так что очень важно сколько можно больше иметь разных завершений и способов по кольцу да как мы говорили да про качество его броска не будем говорить но я просто здесь хочу подчеркнуть что он также опять выходит из заслона на самые лучшие себя условия он теряет мяч контроль но при этом всем у него бросок идеальный то есть наработано настолько что 1-2 остановка бросок приземления на ту же месту без личных движений и держа руки до конца может это комбинация может это первый пик не используется для того чтобы он создал себя но этого не меняет качество и суть не меняется чаще всего да последним если первый заслон не получается или идет андер то на второй больше всего уже будет какая-то помощь или в любом случае получается что когда он идет и он видит что ему нету самому создания атаку он просто включает большого для того чтобы принял решение и развивал дать способ очень легко иногда просто дать 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 возможность включать других игроках чтобы ставили лучше заслонок чтобы бегали лучше в быстрый прорыв и так в этом случае он только фейкует он это осознает может быть это не самое лучшее для шорт ролл пасс ситуация но он просто читает он отступает значит можно бросать второй момент играется пик-н-ролл повторный в этот раз он на себя натянул два Дэн Букер он может себя реализовать издалеко да то есть так же передача левый так же передача правой как и завершение так правый так левый это очень важно для игрока который чаще всего будет с мячом принимать решение в пик-н-ролл ситуациях буквально может 5-4 клипа да опять спянешь пик-н-ролл падает происходит кат полинар делает кат да на слабой стороне есть напарник он не готов он бросает но полинара из своего кота сделал больше всего полезного сделал подбор но я хотел здесь подчеркнуть что опять после каких-то нибудь проходов и дальних передач всегда надо знать что защита она вся будет потянутая ближе к краске это значит что кто-то будет идти либо на помощь что тогда заставить например этого десятого номера помогать наполинары или как в этом случае подбор ну и после прохода передач всегда самое важное это просто выйти куда-нибудь за трехочковые зоны как в этом случае диколой делает он может быть бежал в защиту может быть это и больше всего да он бежал в защиту но следующий клип это больше будет показать да хороший пример пик норол ситуация опять играет прямым линием натягивает на себя большого отдает пас сейчас потому что произошло это удвоение это смена где коло сейчас получает преимущественно мисс матч он фейкует заставляет уважать его броска защитник теряет контроль это идет под прямой линией проходит столкновение и ты его сказал бы самый если бы так можно было выразить подчеркивание его что он делает всегда проход пытаясь выйти либо вперед либо столкнуться и создать себя дополнительных 25 там 40 не знаю сколько сантиметров еще с левой рубр начало четверти опять похожий комбинас на 21 если он сам не может реализовать потому что не создал себя преимущества и пошла помощь последнего он всегда читает игру находит свободного игрока и как мы уже говорили после прохода не стоять спейсинговать получить возможность на легкие очки то есть не все должно быть сложно самое важное в этом один из самых важных моментов что всегда можно себя открыть открывая других и потом не стоять после своей первой решения продолжать дальше выходить на трёчку да это последний игр то есть плюс четыре феннер бакче одна из последних атак игры он читает да цска играет смену он осознает что вот мы сейчас гудричем значит там есть преимущество буду речь делать то что он должен делать он берет на себя ответственность потому что больше всего можно эксплуатировать войдмана из этих четырёх из наших ребят может быть шведа пока он там без мисс матча гудрич атакует это заставляет джоэл джоэл бомбоя подтягиваться швед между двумя хакетикс ротацию делает опять бекало просто использует свой бросок для того чтобы защитнику заставить делать ошибки после которой он создает себя бросок из астага опять готов руки готовы ноги согнуты всегда на получение готов принять решение опять если это бросок то это бросок но в этом случае он видит что но его очень сильно накрывает он делает показ не делает прямой проход а просто остается на треоочковый так вот в резюме как я и сказал в начале он владеет достаточно огромным количеством навыков конечно он может забить он может проход сделать он может отдать передачу он может двигаться без мяча так же хорошо как и играть с мячом но что больше всего оставляет впечатление что он с начала игры до последней атаки всегда играет настроен на легких очков на самых разумных решениях которые в итоге как я и сказал приводят для того что 25% его набранных очков это без больших усилий да пикенролли он может быть там как мы видели идет кость-кость пытается сделать нужные остановки принять решение из изоляции когда меняется он может что-то тоже сложного создать но как мы видели он просто пытается идти на то что затянуть на себя дополнительную помощь если этого не происходит он забивает сам но если он это уже сделал то тогда значит что после передачи защита будет заставлять себя делать дополнительные ротации и это будет куда-то оставлять защитников без как в этом случае мы видели без декало и декало либо использует это для себя или делает повторные проходы и открывает еще других так что надеюсь что это поможет есть некоторые вещи которые мы можем сделать мы конечно бы сделаем и продолжаем работать удачи союз и и Продолжение следует...